приветствуем вот это перфоратор метаба и кей эйч и 2660 quick этим перфоратором пользуюсь на объекте этот перфоратор много чего испытал и он на самом деле довольно таки обшатанный значит его ремонтировал здесь был в общем это в прошлом видео рассказал но повторюсь еще потому что вы могли это видео и смотреть потому что было довольно таки нудно в этом перфораторе значит здесь было повреждение кабеля и слушайте давайте вы потом уже придете и потом расскажете про перфораторы так значит в этом перфораторе помимо того что в кабеле была проблема вот в этом шарнире здесь было обрыв фазы была проблема еще с редуктором точнее получается со стволом потому что у него он был слегка искривлен поэтому было большое биение ну такой получается патрон новый допустим ставлю все вроде в порядке с новым патроном но биение все равно происходит потому что сам собственно ствол кривой интересная такая ситуация и поэтому был куплен другой перфоратор вот собственно который заходил в кадр на детали и редуктор был поменен и новым перфоратором старым перфоратором с новым редуктором с новым патроном стал снова пользоваться на объекте и он стал работать лучше намного то есть он работает плюс еще кабель от того же самого перфоратора родной а тот который был он как-то нарощенный что ли то есть получается он и родной и не родной одновременно там на конце вилка другая совершенно но на вилка получается перекочевала на тот перфоратор вот собственно хотел показать как вот этот перфоратор будет но это предварительно чтобы так сказать размять отверстие вот это получается цемент который застыл то есть напитал влаги и скомковался поэтому он будет мягче чем бетон а вот чё там чего другое использовать блин а у меня другого нету ладно смысл такой что он вот перфоратор работает но и помимо того что он работает он работает отлично честно скажу но единственное что вот смущает постоянно напрягает эта ручка ручка самопал и она постоянно соскальзывает потому что у нее металлическая вот эта часть скоба это моя ошибка знаю сам виноват но тем не менее такая ситуация есть и мне приходится постоянно что-нибудь там делать подкладывать там дополнительно раскручивать дожимать и все такое ну в общем муторно это дело а так в принципе перфоратор различные и всем рекомендуем вот теперь можете блин сами решать кто первый из вас будет спасибо тебе царь батюшка ну в общем смысл такой что вот этот перфоратор вот он рыба из варнаси как вы помните был восстановлен восстановлен не просто восстановлен а была попытка сделать ротор и то есть ламеет припаять новую ну в кавычках новую то есть сделать такой бомж вариант и поставить старые не старые новые щетки но не оригинальные и не получилось короче это вся ситуация она как бы получилась но не получилось то есть он работал но при этом он вонял жутко и в общем-то особых нагрузок не мог испытать соответственно он практически не работал можно сказать так кое-как держался еле дышал вот а потом когда купил новый ротор новый ротор он тоже не оригинальный но получилось так что он во первых из уфы приехал фирма с и б потом загуглите сами то есть с е как русская е ну в смысле и как русская е и б то есть б вот этот якорь оказался ну вроде как все отличным но с небольшим нюансом но в принципе он никак негативно не влияет на работу перфоратора и единственное что была проблема посадить обратно подшипник который на якоре потому что якорь и шел без подшипника и при этом нужно было так сделать чтобы этот подшипник и не сильно прижимался но в первый раз его пережал и ротор очень туго крутился поэтому будьте аккуратно когда будете пересаживать подшипник со старого якоря на новые у вас получится такая ситуация значит якорь поменял щетки поменял якорь не оригинальный щетки не оригинальные в итоге и чё получилось вот то есть ааа да слушайте еще забыл сказать что патрончик еще менял в чем смысл вообще вот этого всего ну то есть перфоратор купил за тысячу рублей ну то есть в довесок его не собирался покупать его купил в довесок и получается вложился в него здесь якорь это тысячу триста стоил и плюс еще доставка 500 что ли или 700 ну что такое не помню ну короче говоря вышло в две в две двести как то так две двести рублей это якорь и плюс еще помимо якоря щетки щетки это 100 рублей до 100 рублей или 120 что-то около того так это получается тысяч две тысячи две тысячи триста примерно и патрон получается 1500 за сам патрон на самом деле у него там внутренняя часть металлическая и внешне ну короче там много разных деталей он несъемный он стоит тысячу триста еле как наковырял что именно этот патрон и и по дешевке вот реально по дешевке хотя бы блин в принципе у него тут ничего особого нету значит по дешевке получилось тысячу пятьсот там получается тысяча триста плюс налог ну а нет не не вру тысяча триста плюс доставка до транспортной компании 200 рублей и вот это получается что тысячу пятьсот и плюс еще сама доставка транспортной компании сдек это получается 500 рублей ну короче говоря в сумме получается две тысячи рублей так что получается значит две тысячи рублей потом две триста это получается уже четыре триста и плюс тут так что сколько а ну и плюс тысячу рублей это получается пять ну пять триста грубо говоря но может чуть побольше не знаю точно не помню уже сколько именно ну по крайней мере вам примерно посчитал сколько это то есть пять пять триста рублей это довольно таки крупная сумма для перфоратора который имеет пластиковый редуктор вот этот все ну и как бы пластиковую ручку ну как бы блин честно говоря если бы знал что так выйдет столько все вся эта сумма то может быть и не брался за это дело но как бы интересно было восстановить почему собственно было интересно восстановить потому что это bosch 224d а д это модификация такая что у него на роторе получается 7 зубов то есть определенный ротор в нас городе его не купить ну это очень сложно вообще найти именно 7 зубов 7 зубов это больше модуляция то есть за счет двигателя за счет небольшого двигателя малой мощности но за счет этих 7 зубов во первых им больше зацеп лучше зацеп и во вторых еще сама мощность вот это выделяемая двигателем она на полную расходуется ну от слов в делу то есть как он быстро останавливается но это за счет того что подшипник тут сильно прижат в принципе это не и и все о наконец-то нашел место куда можно забыть ну как видите более-менее он работает в смысле не более-менее а а ну может быть может быть и за счет очек опять же тех же самых так еще раз попробуем ну вот опять же значит вы как видите перфоратор работает работает отлично и и может еще дальше служить может следующий продолжать будешь продолжать да? конечно буду продолжать что ты блин думал что просто так пришел сюда а вы блин тут время занимаете мое в общем остался последний перфоратор сейчас человек идет какой-то опять запутал тут тут спуска нету ну и теперь продолжаю значит вот этот перфоратор как вы видите работает этот перфоратор был куплен на запчасти чисто на запчасти то есть то что его можно восстановить не знал совершенно за сколько его купил честно сказать а ну да наверное за тысячу рублей или ну хз вообще ну вроде как за тысячу рублей то есть вообще да 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 это один из тех перфораторов как блин а может не за тысячу может за тысячу пятьсот ну что то такое короче говоря то есть недорого на самом деле я искал недорогие перфораторы именно на запчасти и вот получилось что вот этот перфоратор он был соответственно без ручки без ничего с него еще вот это все блестит пока что на том перфораторе в котором трудился а там все черненькое потому что там получается алюминий окисляется и он чернее и вот собственно этот перфоратор как заявлял продавец он же получается представитель какой-то фирмы строительной они видимо отдавали на ремонт этот перфоратор ну плюс вообще инструменты от фирмы и в сервис-центре там видимо не сделали или получается просто цена не устроила ну дорогой ремонт короче говоря им сообщили что стоимость ремонта этого перфоратора будет три тысячи и они решили проще нам продать и купить новый и в итоге что получается значит перфоратор у перфоратора как заявили в сервисе проблема была ну как заявили в сервисе проблема была в пьяном подшипнике то есть ну они видимо а он как-то вот странно работает и как-то вообще это не может работать то есть он видимо трясся и все такое в итоге что сделали ну то есть они даже не удосужились залезть туда и посмотреть смысл такой был значит в этом перфораторе во-первых был двигатель с это ну двигатель не вру с этим двигателем было все в порядке был была проблема с подшипником был разбит подшипник на якоре на роторе да блин всего лишь один подшипник причем самый-самый-самый блять популярный 608 ZZ блин ну такие подшипники ставят даже на этих на скейтах на роликах блин 608 подшипник все выпрессовал посадил новый причем ну как не то что новый а был подшипник который был обслужен после работы на вращающий голов ну получается на ножевой головке блендера то есть оттуда из головки блендера был достан подшипник и обслужен и поставлен сюда работает он здесь подходит совершенно и была проблема за счет того что здесь вот подшипник развалился был стерт щеточный узел ну получается две щетки они в щеточном узле и в принципе в принципе его стоило вот разобрать припаять неоригинальные щетки и в принципе можно было работать ну то есть подобрать щетки неоригинальные вот этому щеточному узлу так можно в принципе сделать но хотелось как-то более оригинальные инструменты чтобы щетки которые оригинальные которые чуть дольше служат и ну более качественные то есть они не детонируют и все такое они меньше искру дают чтобы они стояли на вот таком перфораторе сэкономил лишь на подшипнике и на щеточном узле а редуктор на самом то деле был полностью исправен ну и от слов к делу перфоратор работает насчет патрона это патрон старый он такое имеет подчернение за счет того что использовался использовалась ручка от перфоратора Bosch и собственно вот это все от ручки перфоратора Bosch то есть здесь вот место нагрелось из-за повышенной нагрузки действия ну то есть ну не на этом перфораторе стояло на другом перфораторе который вам тот парень показывал и собственно получилось так что ручку ну вот случайно бывает такое что случайно не специально давлю а вот случайно так вот связает немножко ручка с этой позиции и вот здесь вот получается немножко расплавилась расплавилась и и сама немножко ручка и патрончик немножко но в принципе это не смертельно и он будет служить и если просто это не выглядит классно ну а так в принципе все тот же самый перфоратор все отлично работает чёточный узел чёточный узел тормозил с его покупкой потому что он стоит на самом деле от 600 до 900 рублей 900 это конечно та сумма на которую я в первую очередь наткнулся совершенно случайно и заказал даже два чёточного узла на всякий случай ну то есть заказывать то издалека всегда приходится потому что в нашем городе ну вот такого чего-то особенного достать очень сложно так там много инструментов так много всяких запчастей но особенного достать очень сложно и вот это особенное как раз и приходится покупать оттуда да и получается в сумме то дешевле все значит мы с вами закончили мы можем отдохнуть отнести инструмент назад согласно?